Глубоко уважаемый Сергей Валерьевич, Алексей Витальевич, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию наш доклад на тему гольмево-лазерной вопризации аденомопрестательной железы с использованием боковых волокон. Мы пропустили момент, где было показано само волокно. Первый клинический случай. Показано, что есть все показания для оперативного лечения, однако, обратите внимание, пациенту выполнено было ранее протезирование метрального клапана и принимает варфарин с целевым уровнем МНО 2,5-3,5. Безусловно, мы переводили этого пациента на гепарин, однако курирующие его терапевты-кардиологи настоятельно рекомендовали вернуть назад на варфарин в ближайшее время. У пациента оказался камень, совсем небольшой мочевого пузыря. Преимущество гольмево-лазера в том, что для нас не явилось это никакой проблемой, камень был очень быстро фрагментирован и затем он ушел вместе с оставшимися фрагментами, которые попадут в мочевой пузырь аденоматозной ткани. Система зеркал позволяет отклонить лазерное излучение от практически 90 градусов относительно прямого световода. И, видите, идет дистанционная вапоризация аденоматозной ткани. Начинается операция со средней доли. Это делается целенаправленно именно здесь, так как если начать выше, даже микроскопическое кровотечение, которое в любом случае будет, кровь попадет в область средней доли и будет визуализация гораздо хуже. Не удастся поймать момент, где стоит остановиться, для того, чтобы не перфорировать хирургическую капсулу предстательной железы. Несмотря на столь высокий риск кровотечения, вы видите, кровоточивость у данного пациента минимальна. Обратите внимание, есть такое небольшое подергивание волокна. Это волокно первой генерации, и фистончатость и бахромчатость ткани довольно-таки серьезно выражена. Вот есть небольшой сосуд, с ним мы благополучно справляемся с помощью расфокусированного лазерного луча. Полость, которая формируется, вполне достаточная в перспективе для того, чтобы пациент адекватно мочился, и есть даже гистологический материал для того, чтобы можно было верифицировать действительно адноматозную ткань. Второй клинический случай, волокно второго поколения. Также пациент отягощен сердечно-судистой патологией, или эфеморальный тромбоз глубоких вен в стадии реканализации, и был эпизод тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии. Принимает варфарин с целевым уровнем от 2 до 3. Также пациент переводился на клексан непосредственно перед операцией, и в раннем послеоперационном периоде он был возвращен на непрямые антикоагулянты. Зона сфинктера. Она как в начале, так и в конце операции контролируется нами, ведь она будет в конце операции, видно, что она интактна. Адматозные доли плотно прилегают и действительно мешают пациенту осуществлять адекватное мочеиспускание. На 5 часах условного циферблата в данном случае начинаем первую насечку. Вапризация, в отличие от волокна первого поколения, происходит более гладко, фистончатость менее выраженная. Глубина повреждения при гольмевом лазере порядка 0,2 мм. Дистанционное воздействие на ткань здесь хорошо как раз прослеживается. То есть мы можем контролировать ту зону, где идет операция. Это будет большим преимуществом в отличие от контактных лазеров, которые позволяют выполнять абляционные технологии. Но основное использование гольмевой лазерной технологии – это, безусловно, нуклеации. И лишь маленькая доля пациентов, маленькая доля, кому имеет смысл выполнять абляционную технологию с использованием этого лазера. Вы видите, что, несмотря на то, что выполняется абляция, постоянно возникает желание перейти к нуклеации. И сейчас как раз четко видно, как формируется отдельная доля, правая доля отдельно выделяется. В перспективе можно было бы все это завершить, закончив круг и просто отделив эту абляционную ткань, выбросив полость мочевого пузыря. Но ради чистоты исследований и конкретно клинического случая абляция была выполнена в полном объеме. Безусловно, нельзя назвать эту операцию радикальной. Но для этой категории пациентов радикальность, наверное, и не требуется. Вопрос о сохранении качества жизни, улучшении качества жизни относительно того, что имеет этот пациент. Пациенты немолодые, с выраженной сопутствующей патологией и, предполагаемая, продолжительность жизни у них небольшая. Для этих пациентов, пожалуй, это единственная возможность для того, чтобы восстановить адекватное самостоятельное мочеиспускание. Потому что на большинство других оперативных вмешательств их просто не возьмут. Посмотрите, вот здесь четко будет видно, как мы подходим к границе. Граница хирургической капсулы и аденоматозной ткани. То есть, по сути, дальше, если пойти по этой границе, мы сможем выполнить нуклеацию. Отдельно флотирующая теперь уже левая доля. Также она была выпарена полностью до конца, без каких-либо обманов. То есть, вопоризационная технология. Видите, при отсутствии ирригации кровотечения практически нет. Тот мизер, который накопился внизу, можно не учитывать. Этому пациенту также все. Перспективы нормального мочеиспускания были весьма велики. Выводы. Даже крайне высокий риск сердечно-сосудистых осложнений не ограничивает на сегодняшний день пациентов в получении хирургического лечения по поводу аденомы предстательной железы. Ну и лазерная технология, это, пожалуй, наиболее перспективная возможность для этих пациентов избавиться от аденомы. Максимально бескропно. Спасибо.